Здравствуйте, я Ершов Петр Александрович, и сегодня мы с вами поговорим про SQL-запросы, а также про визуализацию качественных признаков. Итак, на предыдущем занятии вы познакомились с моделью традиционной базы данных, и на последних слайдах мы показывали вот эту картинку. И, собственно, SQL-это Structural Language, так, кроним для аббревиатуры, можно перевести как язык структурированных запросов. И главная мысль и идея этого SQL в том, что, к примеру, у вас есть приложение на телефон, которое осуществляет запись пользователей, и, собственно, запись о пользователе будет храняться на сервере. Так вот, благодаря SQL происходит общение в вашем приложении через, как раз, язык SQL, который понимает СБД, систему управления базовых данных, и производит, собственно, работу с записями о пользователях, в конце концов, на сервере. Значит, если вы откроете какую-то информацию из других источников про SQL, будете читать самостоятельно, вы так или иначе наткнетесь на такую строчку, что SQL – это декларативный язык программирования. Я не буду вдаваться в подробности по поводу парадигм программирования, но вкратце постараюсь рассказать. Представьте себе такую аналогию. Ваша задача – рыбачить. Соответственно, вы можете рыбачить по-разному. Вы можете использовать парадигму использования сети в качестве инструмента ловли, или вы можете использовать парадигму использования удочки для ловли рыбы. Соответственно, если вы используете парадигму ловли с помощью сети, Вы добиваетесь максимизации количества уловленной рыбы Но если вы будете использовать парадигму использованной удочки Вы будете максимизировать процесс Максимизировать именно удовольствие от процесса ловли И ваша цель не столько, как правило, количество рыбы А именно получение удовольствия от ловли на удочку Естественно, это пример того, что одно и то же сдачу можно резать по-разному Собственно, парадигму и парадигму Программирование, как некоторые шаблоны того, как можно писать код В плане, когда мы с вами работали на языке Python Мы познакомились с функциями И функциями мы могли, собственно, одну и ту же задачу реализовать Или путем написания последовательных команд процедур Или мы могли написать функцию И чтобы не повторяться При работе программы Мы могли делегировать часть обязанностей То есть распределить обязанности на функции Как некоторые уже законченные шаблоны действий Поэтому есть, собственно, на этом примере можно сказать, что использование функции Относится к парадигме функционального программирования То, что когда мы создавали простые функции Мы как раз использовали подход к тому, чтобы писать программы С помощью таких логических конструктов Соответственно, в плане декларативного языка программирования Альтернативный, но империтивный Значит, чтобы понять разницу Можно привести следующий пример Даже формирование обычного предложения Можно сказать, что Петя сейчас записывает урок Или ты запиши урок В данном случае, если Петя записывает урок Мы указываем, кто, когда и почему И как это делает Но когда мы говорим, ты запиши урок И мы передаем приказ кому-то делать И характерные черта империтивного программирования Программирования в том, чтобы использование операторов присвоения переменно То есть, в наших запросах мы используем некий неопределенный элемент Который будет что-то делать Но декларативность SQL как языка полупрограммирования Поднимите и дальше по, собственно, тому, как будут строиться команды Но тут, вы видите, есть добавка, что Это Alpha Includes Procedural Elements То есть, это означает, что SQL сегодня настолько развитый язык Что он приближается к высокого уровня языка В плане того, что есть дополнительные библиотеки модуля Позволяющие делать операции схожей с чем-то приближающим К таким языкам, как C, Python и Java Вот, ну, созданный SQL Главный образ для создания модификации управления данными базы данных И также этот язык использует логику как раз для работы с данными базы данных Вот, и тут сказано еще, что For Stream Processing and Relational Data Stream Management System RDSMS Релэйшн Data Stream Это религиционные данные То есть, для потоков обработки данных религиционных моделей Не будем вдаваться особо в эти особенности Итак, изначально, когда создавался SQL в середине XX века Он создавался, ну, то есть, операции, которые в него закладывались Это создание То есть, есть понятие база данных И база данных может состоять из нескольких таблиц Отдельных, отдельных таблиц или взаимосвязанных таблиц Мы можем создать таблицу в базе данных Мы можем добавить записи в таблицу Изменить записи, сдалить записи в этой таблице Ими структуру таблиц И, соответственно, делать выборку записей Согласно некоторым условиям Сформированным с помощью логики Значит, SQL-операции Прошли некоторые дальнейшие усложнения Стали выводиться новые хранимые объекты Кроме чисел и строк, к примеру И, собственно, он стал начинать похож на высокоуровневые языки программирования Собственно, SQL, это как и СИ В свое время стал стандартом В 1986-1987 году Две организации международные стандартизации Со-Американские национальные стандарты Фанси сформировали этот стандарт Но самое интересное, что Частные фирмы, которые работали На предоставлении услуг По, значит, работе с базами данных Они все хотели Добавить больше свой функционал Поэтому появились Появились диалекты Так называемые И поэтому Те или иные возможности Возможности Поэтому варьируются в зависимости От той или иной реализации Поэтому Анси и Нист Это еще одна Организация Организация стандартов Национальный институт стандартов Технологии Определи четыре уровня соответствия стандартам Базовый Транзишнл Транзишнл Переходный Транзишнл Промежуточный Соответственно Несмотря на то, что Технология Начала хорошо продаваться Все равно Возникло у некоторых желания Отказаться от традиционной модели И предложить Не SPL А NOUSKEL Да Списно Так Протест Против Реверационной модели Уберенства Срого Согласован С В основе Реверационной модели Поэтому Завелись Специфическими Скидподобными Языками Которые Приведены Здесь На этом слайде И Важный Еще шажочек В этих технологиях Это 2010 год Появление И развитие Экосистем Хадуп Ну В Хадупе Собственно, в Hadoop, как набор некоторых фреймворков, инструментов для работы с данными, есть важная технология MapReduce, которая предусматривает распределенное хранение и обработка информации. Это революционная вещь, ассоциированная на уровне hardware с Big Data. По структуре языка, язык SQL представляет собой совокупность операторов инструкции и функций, которые можно разбить на четыре важных основных группы. Операторы определения данных для создания в базе данных таблиц, таблиц или изменения таблиц или удаления этих таблиц, манипулирование данными в таблицах, то есть select, insert, delete, выбрать какие-то данные в таблице, ввести данные в таблице, изменить данные или удалить в таблице. Далее операторы доступа к данным, которые позволяют предоставить определенное разрешение для работы с таблицами или базой данных. И операторы управления транзакциями, которые позволяют некие запросы или группу запросов сохранить в пуфере и выполнить систему правильной базы данных отсроченно после того, как будет нажимать коммит. или иметь возможность откатить на сохраненную точку. Это основные группы функционала языка SQL. Как было сказано, далее SQL оброс большим функционалом, кроме базовой функции. И там много чего еще есть. Преимущество данной системы работы с базами данных в том, что есть стандарты, есть независимость от конкретных СБД. То есть, к примеру, вы разработали приложение для работы на MySQL сервере, к примеру, на одной технологии. А потом вы поняли, что вам не нравится этот сервер, и вы решили перейти на новый SQL. Конечно, на новый SQL свой язык, но так как новый SQL стал производителем SQL, базовые операторы... То есть, надо кое-что поменять, но можно менять не все. Можно менять лишь часть функционала работающей программы, в зависимости от того, на какой сервер, на какую технологию вы перешли. И декларативность, которая здесь представлена, с одной стороны, сам язык построен так, чтобы понятно, что и как вы будете менять. Но, с другой стороны, у него есть возможность в состоянии сложных запросов, и могут возникать неоднозначности и ошибки, когда у вас есть сложный запрос, и СБД делает запрос, значит, с разной различной скоростью выполнения, и могут быть неоднозначности и ошибки в этом. Но, сейчас вы можете об этом не думать, потому что на начальном этапе, конечно, работа с базой данных будет примитивной, и очень крупных, сложных запросов не будет. А вот, недостатки же, соответственно, приходят из том, что все бьются за революционную модель данных в сфере из допущения. У вас есть определенные значения, но у которых, в принципе, не должны быть базы данных. В идеале, той модели, которую революционно предлагали, и теории работы с ней, какого предложенного кода, они не подразумевали наличие того, что у вас в вашей революционной модели, в ваших отношениях будет, ну, и также дубликат, например. Но, еще можно сказать, что хоть стандарт есть, но диалекты присутствуют. Это недостаток, собственно, технологии, что она не позволила быть такой хорошей, что всем понравилось, и никто не хотел бы делать дополнительные функции. Или это, в принципе, не недостаток, а действительность, которая есть. Также, что по последним нововведениям, если посмотреть, в 2019 году были добавлены multidimensional arrays, то есть многомерные типы, да, многомерные массивы, и в 2016 году видно, что также добавлены объекты типа JSON, JavaScript, Objective Notation, то есть мы будем хранить не только строки и числа, да, к примеру, но даже более сложные объекты, типа многомерных массивов и объектов типа JSON. JSON объект, вкратце, это файл, который сам себе представляет некий код, описывающий свойства объекта, и благодаря JSON можно переносить такие элементы, как бы элементы кода. Не будем давать свои какие-то подробности. Давайте сейчас я приведу пример работы с SQL. Собственно, для примера, как вы видите, мне понадобится создать свой сервер и организовать работу с этим сервером. Все необходимые исходники кода и ссылки будут в описании. Значит, для того, чтобы создать свой локальный сервер, я использую такую программу, как MAMP. В принципе, есть и другие возможности, другие программы для этого. Я выбрал эту, для примера. Есть вот тут стартовая страница, которая позволяет с помощью веб-интерфейса работы с сервером. Тут представлены примеры кода, который на языке PHP и Python можно использовать для того, чтобы подключиться к этому серверу. Вот эти настройки мне, собственно, и понадобятся в коде Python, чтобы подключиться к серверу и поработать с базами данных. Тут есть инструмент PHP-админ. Этот инструмент мне понадобится хороший веб-интерфейс для того, чтобы посмотреть, ну, посмотреть, что происходит с базами данных на сервере. Тут, собственно, есть предоставлено различные базы данных. Есть база данных, с которой я тренировался для этого урока. Поэтому мы начнем с того, что мы с вами через код на Python обратимся к базе данных. Для этого, то, чтобы это сделать сперва, ну, вот, посмотрим, что я импортирую. Я импортирую в MySQL connector. Это специальный драйвер для того, чтобы организовывать запросы через Python, через скрип на Python. Соответственно, чтобы установить, вы пишите вот эту строчку, pip install mysql connector. И выполняете, потом перезагружаете ядро в консоли IPython. Но если вы делаете это на спайлере, например, и у вас есть возможность пользоваться этим драйвером для работы с MySQL. Итак, начинается с того, что пишется конфиг. Он пишется ровно так, как написано в примере экзампля. Мамп, который на локо хвостя. Здесь единственная, есть особенность, что не надо писать порт. Он и без порта будет работать. Если написать порт, будет ошибка. Далее. Есть строчка кода, которая... Вот эта строчка кода, она отвечает за то, чтобы... Собственно, MyDb, MyDatabase подключить к переменной объекту MyDatabase базу данных по вот этому конфигуру. Дальше, MyCourser. Это специальный объект для формирования и работы с... Для управления и работы с записями в базе данных. Далее вы посмотрите, как это работает. Это означает, что... Моя база данных формирована по этому конфигуру. Значит, использую подкушу. Буду прощаться к курсуру, как через... Переменамая Курсор. Собственно, далее идет первая строчка. MyCourser.Execute. Требл. Повыть и фод. Вот, в общем, далее у меня тут все закомментировано. Но вот эта строчка необходима для того, чтобы создать таблицу в базе данных. Давайте для начала... Давайте для начала я просто напишу команду для того, чтобы создать новую базу данных. Мы остановились на том, чтобы создать базу данных. Для этого я использую... Обращаюсь к объекту MyCourser.Execute. И, собственно, здесь я должен написать SQL, собственно, SQL-запрос на создание новой базы данных. Смотрите, что я сделаю. Я сделаю следующее. Я сделаю следующее. Я поменяю вот этот этаж вещь. Мне тоже пригодится. Я расскажу далее. Я, собственно, использую следующую точку хода. Так, собственно, в курсор, то есть я обращаюсь, я обращаюсь к курсору, в мой курсор, да, который работает в базу данных для того, в выполнении вот этого SQL-запроса. Собственно, create database, это уже язык SQL-запроса, да, create создание базы данных, название базы данных. Давайте сделаем тест db, к примеру, db1. Соответственно, так, я все закомментил, пока что не нужно. Нужно. Запускаем код. Все. Теперь. Давайте в phpMyAdmin обновим. У нас должен появиться sdb. Вот, у нас появилась новая база данных. Кстати, здесь в phpMyAdmin я могу внутри базы, собственно, создавать базы данных и в этом интерфейсе и создавать внутренних таблицы. Но, так как мы с вами изучали пайк, ну, давайте посмотрим, как это еще может сделать. То есть, клиент не будет в phpMyAdmin, а в данном случае будет слип на пайк, который будет выполнять эту работу по созданию базы данных. Давайте сделаем так, что мы воспользуемся CSV-файлом, базу данных по PowerLifter, и закинем туда, собственно, несколько строчек про PowerLifter. Итак, базу данных мы, собственно, я напишу, как этот код будет у вас. Напишу о создании тестовой базы данных. Окей, мы создали. Создали уже, в принципе, нет смысла в этой строчке. Окей. Этот этап мы сделали. Теперь, давайте перейдем к следующему этапу. Мы создали базу данных. И давайте, к примеру, мы сделаем следующее. Мы сделаем для начала таблицу, собственно, после создания. Мы сделаем таблицу, в которой, значит, таблица будет PowerLifter Info, в которой у нас будут следующие столбцы. Имя, пол и возраст. Имя, пол и возраст. Единственное, что еще здесь не хватает, и чтобы я еще хотел добавить, и что полезно добавить, подумайте об этом. Ну, то есть, на будущее вам это пригодится. Здесь еще в базе данных, если вы будете с ними работать, полезно, задумайте себя об ID, потому что это очень полезная строка числовая, которая позволяет удобно работать с любой базой данных. Для, ну, собственно, формирования запросов и работы со строками, да. Ну, это поймите далее. Значит, вот теперь мы использовали курсор для передачи такого скрипт-запроса. Теперь используем курсор для, собственно, создания внутри базы данных TSDB1 следующей таблицы. Но, еще, для того, чтобы это сделать, я должен указать, что по конфигуру, по конфигуру, мы будем, в запятая, будем обращаться к, значит, в конфигурационном фале TSDB1. Вот, соответственно, теперь у меня, я, после MyDB, протеста TSDB1, и мы создадим таблицу Public Info. Давайте запустим этот кусок кода. Итак, смотрим, что у нас происходит здесь. Вот, у нас с вами есть PowerGlipped Info, если мы нажимаем сюда, то, видите, у нас появится таблица ID, name, пол и возраст. Хорошо. Это мы сделаем. То есть я напишу вот эту строчку. Это у нас создание, создание тестовой BD, BD, таблица, лица PowerGlipped Info, PowerGlipped Info, вот так вот сделаем. Итак, мы это сделали, собственно, если мы запустили этот код, он выполнился нам, нет смысла теперь дальше его выполнить. Мы создали. Теперь давайте наполним эту таблицу данными из CSV файла. Соответственно, напишем наполнение PowerGlipped Info. Соответственно, что мы сделаем далее. Для этого мы сначала подготовим подготовка DataFrame. Напоминаю, у нас, наверное, был разговор про библиотеку Pandas, которая позволяет работать с базами данных, с таблицами, в большом количестве таблиц. Значит, такой работает с CSV файлами. И, соответственно, давайте не всю PowerGlipped Info закинем, потому что там очень много у нас, во-первых, колонок и очень много строк. Мы возьмем только четыре части. Вот, собственно, раскаменчу я вот этот кусочек кода. Здесь у меня с вами я прочитаю базу данных CSV, которая находится там же, где и Python-овский код. Далее я возьму PowerGlipped Info, другой DataFrame и присвою ему только три колонки Name, Пол и возраст и 20 записей пристроим. Вот эта запись для удаления нового значения. Так, соответственно, у нас подготовка DataFrame для импорта в BD, удаление нового значения я не буду на этом восстановиться. Просто знайте, что если вы будете импортировать CSV и в ней будут значения null или nota number, у вас могут быть определенные сложности и есть в Pandas есть специальные методы для того, чтобы подготовить данные для различных дозов и импортов. Естественно, PowerLift 1 будет содержать часть DataFrame и 20 записей. Давайте выполним. А, да. Да. Да-да-да-да-да-да. Собственно, вы видите, что происходит. Я не закомментирую MyCourseWord IQ, то есть создание таблицы PowerLift Info, закомментировать нам это ругается. Нам не надо сейчас, поэтому, как раз. Окей. Теперь давайте посмотрим, что у нас PowerLift собой представляет. PowerLift, мы видим базу данных, 17 колонок, 38 тысяч записей, а PowerLift 1, PowerLift 1, PowerLift 1. Это у нас всего лишь 20 записей, имя и всего лишь количество колонок. Окей. Далее, для того, чтобы в коде Python теперь разместить, импортировать PowerLift 1, это сейчас у нас, если мы напишем, что это за тип. Type DataFrame 1, а нет, PowerLift 1, запросим, что это за тип, это DataFrame, но SQL работает не с DataFrame, он работает с Cortes. Поэтому для начала нам надо превратить наш DataFrame, естественно, подготовка, значит, преобразование. Напишем, преобразование DataFrame, 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 DataFrame в кортеже, список кортежек. Соответственно, вот эта строчка кода, которая представлена здесь, что она делает. Tuples, Tuples, это список кортежей, которые составлены по числам метода ToNumPy. Дело в том, что если я просто, каждый элемент PowerLift 1, это элемент Pandas, да, и с этого метода ToNumPy будет преобразовывать в элементы ToNumPy. И элементы ToNumPy, они легко преобразуются в соответствующий кортеж. То есть, это Array, массив, массив превращаем в Tuples, и у нас получается целый список этих кортежей. Далее у нас есть здесь этот цикл, который пробегается по всем элементам списка Tuples, и также добавляет порядковый номер. Собственно, порядковый номер мне нужен для того, чтобы этот порядковый номер мне нужен для того, чтобы, собственно, сформировать колонку ID. ID полезная очень колонка для работы с таблицей, потому что, ну, опять же, в дальнейшем удобно с помощью нее выделять определенные данные, допустим, данные с конца кортежи. Так, преобразование ToNumPy в кортеже. Давайте исполним этот код. Он не поругался. Соответственно, проблем нет. Далее. Преобразовали в кортеже. Теперь у нас есть Tuples. Если я обращусь, что такое Tuples, то вы увидите, это такой список, в нем кортеж, в котором порядковый номер, имя, пол и возраст. И далее нам надо использовать... Значит... Я напишу импорт. Напишу импорт. Импорт. Импорт картежей в таблицу. В таблицу BD. Базл Данк. Здесь у нас из комментированных... Вот. Вот этот кусочек кода мне пригодится. Так. Значит, мы сформировали кортежи. И теперь, как выглядит наша SQL-инъекция. SQL-запрос. Собственно, у нас перемен... Давайте... строковая переменная SQL-запрос. SQL-запрос. Insert.Into. Это команда записи в таблицу. PowerBrift.Info. Следующих последствий записи. ID, Name, Pole и возраст. NoValues. Это... Ну, Это маркер строк. Просто так используется в этой версии Python. Не обращайте внимания в этом версии Python. И SQL. И далее у нас есть цикл, который что делает? Который... Значит, каждый элемент списка картежей мы создаем переменную value.el, который приобретает этот картег. то есть каждая перемена будет пробегаться по каждому картежу в списке. И далее курсор будет выполнять SQL-запрос. Он будет брать вот эту SQL-команду и вместо iName вот, то есть этот пол и возраст добавлять соответствующую далее эта команда о том что запись закончена и вот опять особый метод для моей базы данных комит обсуждали только это не на уровне сфере комит происходит это на уровне поэтому скала но он как бы комитет эти изменения давайте мы это запустим запись посмотрим что теперь у нас в нашей базе данных таблицы вот теперь у нас часть csv файла перенесем в тест тестовую базу данных в таблицу мы раскроем таблицу вот соответственно плане скилл вот печки мой админ более того можно самим формироваться искать запросу даже подсказки такой конструктор такого запроса можно потренировать допустим возьмем select возьмем выделить ну звездочек означает все записи из таблицы по вот лифтинфо попробуем запустить запрос вот он вывел в принципе всю таблицу ну и может потренироваться можем были выделить значит все спорта где может сделать даже у логику 3 иди на больше 5 к примеру теперь можно ли таблицу видеть они хорош потому что у нас есть такой же способ как мы можем выбирать данные поедине по время времени добавления базу данных таким способом хорошо вот у нас куточку далее что мы можем теперь вопрос как с помощью кода мы можем взять данные из базы данных из базы данных вот этот кусочек кода нам уже не нужен зачем мучить каждый раз запросу этим запросам базу данных давайте сделаем следующее теперь мы считаем с базы данных как и роли с того как мы импортировали нашу кусочек дата прямо базу данных теперь давай попробуем читать пишем сочетать сочетать таблицу таблицу читать записи записи из базы данных записи теперь опять же формируем запрос на переменной из кей содержу себе код он означает мы выбираем все записи звездочка из таблицы public info курсор исполняет этот запрос и перемена my result будет и фич это извлекать на my result это и есть результат извлечения данных из области памяти который использует my курсор поэтому давайте запить запустим этот кусочек кода посмотрим что в итоге у нас получится опускаем запускаем так давайте посмотрим что такое my result my result это собственно мы считали информацию с базы данных которая в нашем сервере локальном сервере находится мы считали все записи можно сменить как раз и спирить запрос чтобы считать не все записи мы можем написать select так написать в команду оперант операцию операцию до указать условия условия айди больше 10 к примеру давайте сделаем печь печь возраст больше 30 вот интереснее попробуем запустить у нас с вами здесь проблема что речь можем сделать так есть две проблемы синтаксисе соответственно может быть в этом проблеме может быть еще круче так у нас опять такая же проблема давайте для начала потестируем тогда проблему здесь потестируем проблему здесь шоку бокс селек кроме значит парнифон в пустим речь больше 30 до речь больше 30 окей он выполнил эту операцию причем нам надо было ничего здесь менять не хочет разобраться селит вар печь больше 30 сейчас попробуем разобраться ну да наверное я понял ребят я понял ну хорошо что вы посмотрите то какие бывают проблемы со стрелькой синтаксис на видите синтаксис а это дело святое здесь могут быть ну и в целом в целом если у вас огромная база данных находящийся на распределенном сервере на такой же такое же будет взаимодействие формируетесь с помощью языковский запрос и вам не нужны питобайты данных грабить забирать сервера а вы можете именно те которые вас интересуют и часть чтобы провести свои исследования хорошо давайте пойдем дальше дальше что мы сможем с вами сегодняшних примерах мы можем собственно здесь будет пример пишу его примерчик следующий значит теперь удалим давайте удалим мы можем удалить таблицу базе данных удалим собственно саму значит удалим таблицу таблицу дарит from powerlifting for drop table ну давайте попробуем удалить таблицу по моему вот этот скей запрос для удаления а это для удаления что мы сделали посмотрим как это будет это начало точно давим таблицу таблицу удаление удаления таблицы таблицы сейчас мы бьем так удаление да это дробь можно даже весь структура окей ведь я могу дробь команда это удаление от колонки принципе задрапить таблицу да ладно не будем улыбаться давайте удалим вот наш скейли запрос название таблицы собственно декларативность то в чем и как команда она четко не содержится что где и когда происходит если да если интернет в императивных правильные я могу структуру примерно какой-то операции здесь надо четко декларировать мой курс давайте сделаем за комитинг это изменение так смотрим что происходит базу данных а по нету теперь давайте попробуем но принципе делить фром парли это похоже по моему команда она не будут удалять базу там но для удаления базы что можно сделать итак я думаю на этом знакомство с иске я закончу единственное еще что хотел бы вам сказать будет ссылка вот на этот интернет-ресурс очень здоровский в котором можно потренироваться используя низких запросов тут такой тренинг допустим с видео даже допустим вы видите список название стран где популяция больше чем в россии вот собственно есть такая таблица с именами стран континентов площадей популяции и как сказать это это валовый продукт на человек но окей вот здесь есть мы выбираем собственно здесь мы выбираем значит по ария фромбол где популяции больше тысячи сели популяции то есть если мы его запустим здесь будет выводиться площади то есть нам надо выводить не площадь для запросе задание нам надо вводить собственно страны да это получается на и страны они фромбол да где популяция больше здесь в данном случае больше тысячи это у нас это то где популяция больше тысячи мы можем делать так по-моему да да теперь больше рамы и теперь хорошо на окей да ведь он вырубается чтобы выполнить то есть мы этим запросам мы приняли запрос чтобы вводить стран популяция больше чем в россии изменения поменяли что мы выбираем на колонку name чтобы вводить в задаем логику вывода в прежде чем выше и в этом скобочку указывается способ по которому мы выбираем выше но соответственно ссылка будет вам предоставлены и потренироваться в вводе из перезапросов здесь будет очень здорово вторая часть урока связанная с визуализации качества и признаков здесь очень хорошая что вы хотите показать и хочу сказать что визуализация как способ отличный процесс отличный инструмент для изучения анализа данных и собственно обсуждения демонстрации потому что получено в центре задается вопрос вот и улайки шоу приводит как что вы хотите показать и разбито на четыре категории компенсации сравнение дистрибьюшем распределение и лично отношения композишем структура ну из представленных видов диаграмм и графиков я бы хотел выдавить значит стоп чисто гигамма гистограмму скатер плод который есть в распределениях и взаимоотношениях и взаимосвязи композиция пайчарт вы увидите что один из наиболее популярных способов для демонстрации структуры собственно и ланчарт ланчарт в принципе популярный график обычный но здесь график можно строить несколькими способами можно просоединять точки отрезками можно проводить пытаться проводить гладкие активы через точки ладно давайте теперь обратимся к другим особенностям вот собственно бывает такого такого рода результация качественных признаков где мы видим картин здесь собственно представлена активность айпи адресов в зависимости от времени суток вот этот вот симусоидок это собственно линия сменяющая день и ночь происходит превращение нашей планеты и красным показано места где перед сном люди чаще используют интернет для выхода и синим собственно процесс того что айпи адрес не используется мы видим что перед сном люди утром часто начинают пользоваться интернетом а потом соответственно также хотелось бы сказать про дашборд приводится в дословную приборную панель дело в том что современные системы анекзобазы данных они они и итоги то что ведет на вывод на экран это такое приборная панель в которой мы видим какие-то важные особенности о там тому как как происходит добавление данных базу данных изменения статистики различных показателей да мы видим круговую диаграмму точную диаграмму и гистограммы провести так диаграмма собственно симплифайдом и шоу не прорезь старшего ворки но сантин снимать репрезентейшн и так это упрощенный рисунок или схема которая демонстрирует структуру работу или особенности объекта соответственно пришло у нас от греческих и латинских слов собственно similar то есть если мы постоянно синонимы это рисунки графики и иллюстрации и так далее можно разделить на несколько собственно диаграмма таковая как базовые основные элементы визуализации общий такой объект можно видеть на низкую группу есть чат-лайк диаграммс чат-лайк чат-лайк схема но это принимайте пытайтесь уже учиться воспринимать английские термины потому что не все английские термины переводится на русский лучше на английском сразу понимать вот чат-лайк допустим это значит иллюстрация различных деревьев сетей на этот диаграмм флоу-чарт это флоу-чарт это блок схема вене на диаграммы знакомые для демонстрации граф есть диаграмма гистограмма значит логовая диаграмма личной графики которые в принципе используются в математике в научных исследованиях и так далее мы с вами разберем почерп сегодня гистограммы ну и различные схемы чертежи которые тоже в принципе является и по видом диаграмм кстати пионер плейкью это тот рисунок такая-то схема которая была послана на пионерию этот специальный аппарат впущенный в космос для того чтобы коротко рассказать о нашей цивилизации интересный проект можете почитать ну и как бы вишенкой на торте сегодняшнего рассказа будет рассказ про матрицу корреляции не бойтесь это этой визуализации этого изображения потому что самом деле там ничего сложного нет это очень простая модель иллюстрация зависимости корреляции да когда мы говорим про некие статистические распределения мы не можем говорить о зависимости там у нас есть большие по цен случайности однако чтобы находить кейсы прежде чем работать с данными мы можем быстро проанализируют корреляции зависимости статических разбросов здесь представлена база данных по индикаторам области это ожирение рака и болезни сердца здесь и здесь видно что по этой базе данных сразу помощью этой корреляционной матрицы которые вы видите здесь вы видите столбцы и строки и столбцы и строки это колонки до базе данных и мы видим что high blood pressure высоко кровяное давление имеет высокую степень корреляции с мест и с ожирением ну как бы это классный пример иллюстрирующий ток эта матрица здорово показывает взаимосвязь то есть если у вас есть база данных где очень много колонок и вы хотите быстро посмотреть где бы есть какие взаимосвязи тема того построения которых пальцем делаются в несколько лет из строчки года мы может сразу посмотреть и увидеть что с чем может быть линейный собственно как вычисляется эти коэффициенты по которым строится эта мозаика по вот этой форме она не страшно и мы видим что мы просто из наших данных если у нас есть две колонки с разбросом мы вычисляем разницу между каждым элементом строки и среднем вычисляем здесь умножаем друг на друга и суммируем эту и делим вот эта вещь которая под корнем это среднеклазортическое отклонение одной величины это среднеклазортическое отклонение другой величины то есть это грубо говоря тоже разница между среднем возведенная квадрат просуммирована из которых для твой для каждого каждого элемента и так давайте приведем пару примеров визуализации у вас будет я дам ссылку на вот этот коллабовский документ визуализации и так чего бы я хотел начать примерчики примерчики я бы хотел начать с сссс с того что я импортирую pandas для того чтобы взять любимую мной базу данных визуализации нам по и для работы с итак перемены файл name содержит путь к базе данных дело в том что кстати да каждый раз когда вы будете запускать этот этот коллабовский документ вам лучше сюда в корневой доклад вам придется заброшу забрасывать вам придется забрасывать базу данных у меня здесь есть база данных она у меня здесь я сюда заброшу окей он говорит что он говорит что когда будешь перезагружать страницу далее пока загружается значит пандас рид я прочитаю цсссс с файл наимом повлить будет объект хранищей базу данных собственно диска и сказать очень хороший метод для быстрого того там как бы быстро посмотреть какая статистика есть максимальным среднему по столбцам вот этот тоже давайте запустим эту ячейку и так вот у нас это дискает ну как будет выглядеть по-другому это не сказать сейчас так до 4 записи ну и наша таблица сколько там 17 монка он идем дальше давайте круговая диаграмма и так собственно что здесь я делаю чтобы по это не быстро построить и зачем я буду строить круговой к примеру у меня есть разброс по полу и я хочу посмотреть какое какая структура на база данных по полу а кого больше присутствует собственно для этого я беру перемену джендер беру столбец пол и я помещу джендер и помещу дело в том что если я просто уберу не будет вели конус то в джендер будет хранится таблица индексов то есть кода это и для круговой диаграммы посчитать сколько поэтому я должен использовать метод великам чтобы джендер хранить количество вот далее использую обращаюсь и для текущих плод плод пай собственно круговую диаграмму беру джендер количество и лейблс но и был дело в том что если мы сейчас посмотрим на джендер что будет видеться джендером на смотрим джендер так вам пока что вы увидите что путем этой команды джендер будет представлять собой табличку который м это кранц для метки тогда у нас можно представить эти числовые данные где круговой диаграммы мы сразу видим что даже не обращая на числа что где-то одна четвертая база данных это записи женские и остальное мужские столбцевая диаграмма не обращайте внимание я посмотреваю на запись потому что были проблемы связаны с тем что запись у меня отбивалась поэтому видео будет эти наблюдения и так столбцевая диаграмма к примеру вот здесь я хочу взять 100 записей и посмотреть колонку здесь я смотрю колонку bodyweight вес 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 спортсменов значит давайте мы запустим эту ячейку здесь я принятою значит weight перемена weight содержит bodyweight будет список весов и собственно weight будет будет распределение некоторого веса я могу 86 килограмм средний вес спортсмена далее значит зачем мне вот это смотрите здесь я экспериментировал из на нот на это методы для обращения к дело в том что таблица базе данных есть ноты номер значения и нулы и соответственно для работы с ними используются они не столь важны для демонстрации толчатой диаграммы вот плот бар собственно бар обращаюсь последний столбчатой диаграммы powerlift значит по оси x у меня идет индексы первых 100 записей собственно по оси y у меня идут говорит ну который хранится который хранится веса спортсменов ну и плот шоу команду для того чтобы вывести на она коллабе будет и так выводить на плот шоу надо чтобы она не ругалась потому что если бесплат шоу то он выглядит но еще скажу что это контейнер ла 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 особенности вывода на настройки именно плот шоу это универсальная команда для вывода того что вы создали в объекте плот маке вывели так ну вы можете обнаружить некую закономерность дело в том что видите сразу хорошую видать сайентист ну вот мы видим по записи что от номера записи без растет чем бы это могло быть вот здесь в целом это логично потому что базе данных спортсмены сформирован по метайли то есть грубо говоря там по вот этой столбчатой ядре мы сразу можем заключить что первые 20 записи тот обрыв происходит после 20 это значит у нас одна и та же встреча один одно и то же три но не просто упорядочен по грубо говоря весам у них один тоже метайли если мы посмотрим с 20 по 40 примеру возьмем срез с 20 по 40 то мы с вами обнаружим что-то будет уже это будет такая же встреча ладно просто вот встреча не так но вот если с 80 по соту будет другая встреча уж точно так да ведь собственно вот этот провал ну вот это организация записи связано с записи ну то как проводили соревнования что сначала были легкие веса потом были тяжело скорее всего далее гистограмма это очень классный элемент работы с данными и фишка его в том что в данном случае мы переставляем здесь я запущу этот кусочек кода хочу обратить внимание чтобы это день это список весов спортсменов только с методом дробь но то есть я убрал все значения связано с так убрал значение ну ну то есть в базе данных есть заблоченное значение их убрал нулевские ноты нам для того чтобы не было проблем соответственно если ну хист вот хист если это метод для поставили если я поставлю вы просто там не будет видите вот эти вот ворнинги которые связаны как раз с проблемными записями кстати в работе с базу данных вы будете постоянно старше сейчас эти проблемы потому что база данных не полная или в ней есть и как бы сломанное значение поэтому такая чистка методы чистки но тоже не стоит и теперь посмотрим вот вот на этой диаграмме весов у нас по си x был номер записи и собственно на веса на гистограмме методом изоляции гистограмма мы здесь увидим с вами что по оси x у нас идет веса а по си y количество записей ну и вообще если вы посмотрите то это толчатую диаграмму устроили к 100 значений а здесь не 100 грамм мы построили вообще по всем весам 30 тысяч а здесь вы видите не там куча колонок мы видим статистическое распределение с помощью этого то есть мы видим здесь мы выводили что средний вес это 80 килограмм собственно по си x это веса мы видим что около 80 килограмм у нас 36 тысяч записи ну и есть разброс по весам по базе данных там мы видим что к примеру а вес спортсменов 150 он вообще меньше 5000 записи в этой базе да вот поэтому гистограмма это очень классный инструмент для анализа статистики данных и в данном случае мы видим распределение то есть данные бьются на секции как бы каждый столбец этой секции там 80 килограмм и в эту секцию смотришь с количеством значений и так скатер 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 это мы строим сейчас тоже по весам спортсменов на другие точно также только вместо столбиков у нас для пассии x номер записи а по ситрик мы с вами видим просто их веса ну и корреляционная матрица мы можем построить прелесть в пайтоне соответственно соответственно вот сейчас давайте я давайте я последовательно расскажу про эту прелесть коллекционную матрицу это будет завершением знакомства с визуализациями к визуализации качественных признаков итак начнем с того что мы можем взять корр лифт инфу метод инфу очень неплохой метод и мы можем посмотреть на наши колонки 16 колонок посмотреть на тип который хранится колонках и что там хранится опять же чтобы построить коллекционную матрицу должны здесь просто числовых значений поэтому объекты типа на имя и клип на дайте по лоджик ну это примечный строки мы не будем смотреть уж у нас есть методи 1 речь в эту сих по 10 и 11 здесь окей хорошими знакомства с известной базой данных посмотрели поняли что у нас есть значения числовые которые можно прогнозировать на корреляцию далее у нас с вами есть у нас с вами есть у нас с вами есть вот это я пока уберу у нас с вами есть собственно ставьте себе для дата фрейма в пандасе есть метод корр нет что делать метод корр так мне нравится шли он наругался он наругался ну-ка попробуем сделать хитрость так мы еще раз пара лифт окей и так давай ка так чё то ему перестала нравится работать так ладно пока мы опустим этот момент давайте с вами рассмотрим в плане визуализации один из один из функционалов матут либо примеру мы можем с помощью генератора случайно последовательности генерирует матрицу 100 на 100 случайных значений матрица будет убедить следующим образом вот все еще ругается на что ругаешься че-то ругается так ладно не построишь вот матрица вы видите вниз то но здесь 100 строк соответственно в матут либо есть отдельный метод матч матч шоу который позволит визуализировать это вот здесь вы видите у нас 100 строк 100 столбцов и в каждом строке у нас визуализировано значение единица это это яркий желтый красный темный это ну собственно если мы просто вызовем адрес корреляции то у нас с вами будет как раз значение с одного до одного и методом матч шоу можно воспользоваться так ладно пойдем дальше у нас здесь давайте что-то ему не нравится ладно теперь раз коменте вот это дело раз коменте вот это дело и посмотрим что то есть вот здесь почему-то заработала ладно давайте порядку что ли заработала давайте объяснять как это работает давайте за коменте вот это потому что это не нужно и так пом 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 странно ты ведешь себя ладно он он сейчас ну-ка секунду ну ладно есть какие-то особенности сейчас я не желанно расскажу коррек значит сейчас метод корр как раз формирует двумерную матрицу числовых значений то есть вот этот метод корр коррелей шина но он формирует необходимые матрицу 11 11 11 11 11 где строка строка не тайги речь будет будет вот эти все числовые значения есть столбцы и число значения и строки это то есть в этот метод просто делает двумерный массив такой матриц корреляции дальше используется вот для визуализации этого двумерного массива f это объект который будет содержать то есть сам 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 рисунок соответственно метод матчоу берет двумерную матрицу и там есть маркеров фигур значения который берет осматриваться эти значения для визуализации метод под тайтал это название передаешь матрица который вы видите здесь у него размер 16 относительно рисунка и положение y1 если это убрать текст уйдет на название вот xx и yx это собственно как рисование создание формирование на нашем графике подписей не тайги речь и так далее и тому подобное сбыла color bar это вот этот элемент который справа который показывает распределение цвета о значении маслиц корреляции который вычислялся показывал вот по этой формуле для каждых двух пар значений значит это размер подписей для color bar таблицы значения цвета плот шоу мы строим плот скатер там ниже собственно что здесь что здесь что здесь чем здесь говорится и так вот мы построили матрицу корреляции напоминая про пример про эту матрицу где мы видим взаимосвязь между высоким давлением и ожирением здесь мы видим что таких единичных линейных зависимости которых значит яркость должно быть желтые желтенькие мы видим следующем мы видим между вилкс и тот у кг дело в том что откуда взят эта зависимость вообще откуда она взялась в том что вилкс если посмотреть на базу данных если зайти на ссылку на это не то не то не то не сохранила ссылка паблик который брал пунктиру пауэр пауэр лифт вот кингл пауэр лифтинг это бриз здесь можно поизучать все значения чего значим и собственно на свету люкс люкс и если посмотреть вилкс люкс коэффициент специальный коэффициент который дает числовое значение по сумме снарядов которые пройдены спортсменом и соответственно становится все логично у нас получается что билкс таковое есть вычисленный по формуле коэффициент который берет свою за основу берет похоже тот у кг и и и мы можем сказать дэц дэц бэс платка для видеть яркие зеленые эти значения в целом можно построить скота чтобы посмотреть если каких-то вилляция да с которых способ своей пара появятся ему сейчас если мы посмотрим возраст и вилкс базе данных нет такой корреляции на на 100 значений первых но если мы поменяем на тут у кг то мы увидим видите вот когда вы видите такой скатер это один из признаков линейной переменции капец а бывает не так линейнее вот собственно вы можете посмотреть википедии интересную статья по пирсом пирсом конечно коэффициент который вычисляется матрица корреляции да здесь вы видите если ними корреляции но есть забавные формы зависимости да это не линии да в общем линейной корреляция то есть линейной центральной 0 но увидите что все таки разброс точек он зависим и так подытожим здесь все ссылки на исходники у вас будут представлены в работе значит визуализация является классным инструментом знакомства база данных и ее исследования помощью грамотной визуализации можно провести исследование без всяких скажем более сложных систем обработки данных и и собственно дальнейшем дальнейшем если вы будете продолжать как заниматься работой с базовыми я уверен что вы меня вот этот начальный шажок знакомства с из киеве или с послами визуализации сможете их дальнейшем использовать и более того самостоятельно изучить особенности тех или иных технологий спасибо за внимание